В связи с пандемией коронавируса, малый и средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, столкнулись с рядом проблем. Сокращение заказов и снижение выручки повлекло сокращение штата сотрудников. Президент России Владимир Путин, учитывая складывающуюся ситуацию, поставил задачу принять все меры по обеспечению стабильности на рынке труда и не допустить всплеска безработицы. А государство окажет бизнесу содействие в решении этих вопросов. По поручению президента правительством был разработан пакет антикризисных мероприятий, основная цель которых – сохранение занятостей и поддержка предпринимательства. О том, на какую помощь государство могут рассчитывать представители бизнеса, в интервью нашей съемочной группе рассказала начальник управления экономического развития администрации района Юлия Афанасьева. На всех уровнях власти разработаны и продолжают разрабатываться меры поддержки бизнеса и населения. На федеральном и региональных уровнях утверждены перечни особо пострадавших отраслей, которые формировались на основании основных видов деятельности, так называемых основной АКВЭД. Предприятия, организации, индивидуальные предприниматели из этого перечня основных отраслей могут воспользоваться субсидиями на выплату заработной платы наемным работникам в размере минимального размера оплаты труда 12 130 рублей в апреле и мае. Индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников, также могут воспользоваться субсидией на себя. Достаточно обратиться в налоговый орган. Многие задают вопрос, а что же делать в июне, когда они успели восстановиться или не приступили к работе, а заработную плату в июне тоже надо выплатить, а работников сохранить надо. В этих целях для предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций с 1 июня 2020 года запускается новая кредитная программа поддержки занятости. Размер кредита будет рассчитываться по формуле из расчета минимальной размера платы труда 12 130 рублей на одного работника и на 6 месяцев. Срок погашения такого кредита 1 апреля 2021 года. Конечная процентная ставка для получателей кредита будет равняться 2%. Всё, что выше, субсидирует государство кредитным организациям. И проценты и платёж ежемесячно платить не надо будет. В случае, если предприятие сохранит свою штатную численность на уровне 90% и выше, то тогда сам кредит и проценты по нему будут списаны. Расходы возьмёт на себя государство. В случае, если предприятие штатную численность сохранит не ниже 80%, тогда придётся заплатить половину кредита и процентов по нему. Кредитные средства по этой программе можно будет направить как на выплату заработной платы, так и на погашение ранее взятого кредита, так называемого кредит под 0%. Самозанятым гражданам, которые оплатили налог на доход за 2019 год, он будет полностью возвращён. Также самозанятым гражданам будет предоставлен так называемый налоговый капитал в размере минимального размера оплаты труда для оплаты налогов в текущем году. Индивидуальным предпринимателям, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях, предоставляется налоговый вычет в размере одного минимального оплаты труда в отношении страховых взносов. Для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, независимо от перечня особо пострадавших отраслей, на ту часть заработной платы, которая превышает 12 130 рублей, предоставляется льгота по страховым взносам и тариф снижается с 30 до 15%. Для пострадавших отраслей и предприятий Кубани разработаны новые меры. Это уже третий пакет, который включает в себя снижение ставок по некоторым налогам в два раза. Речь идёт о предприятиях, индивидуальных предпринимателях из перечня пострадавших отраслей. Во-первых, те, кто применяют упрощённую систему налогообложения, налог будет снижен в два раза, то есть с 6 до 3% и с 15 до 7,5% соответственно. Ставка по единому налогу на уменённый доход также будет снижена в два раза, с 15% до 7,5%. И предполагается, что налог на имущество организации будет снижен на 50% тем собственникам коммерческой недвижимости, которые в свою очередь предоставили льготу своим арендаторам на период приостановления деятельности. Все нормативные документы касаемо последнего третьего пакета мер на региональном уровне будут размещены на нашем сайте администрации официальном, где мы создали вкладку «Помощь бизнесу» и размещаем всю необходимую, важную, нужную информацию для субъектов предпринимательства о мерах поддержки, которые уже действуют или которые планируются, рассматриваются на всех уровнях власти. Вчет федеральной налоговой службы сегодня предоставляются отсрочки по налогам. Банки рассматривают заявления о кредитах под 0% на заработную плату, о кредитных каникулах, о реструктуризации задолженности по ранее полученным кредитам. Фонд микрофинансирования Краснодарского края разработал микрозаймы антикризисные под 0,1% – это на заработную плату, на погашение коммунальных платежей и арендных платежей. Сумма кредита от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, срок такого займа от 3 месяцев до 24 месяцев. И антикризисный под 1% на пополнение оборотных средств, сумма займа от 100 тысяч рублей до 2 миллионов рублей, и срок займа от 3 месяцев тоже до 24 месяцев. Фонд микрофинансирования Краснодарского края предусмотрел такие виды займов не только для пострадавших отраслей из утвержденного перечня, но если предприятия, организации, индивидуальные предприниматели оказывают услуги или ведут деятельность по перечню, фактический вид деятельности входит в перечень пострадавших отраслей, то они также могут воспользоваться такими микрозаймами. Для того, чтобы бизнесу было проще ориентироваться в мерах поддержки на всех уровнях власти, работает несколько официальных порталов на различных сайтах. В первую очередь это официальный сайт правительства Российской Федерации, где граждане и бизнес могут ознакомиться с более чем 80 различных видов мер поддержки. На сайте Министерства экономического развития Российской Федерации, ответив на вопросы предлагаемые, бизнес может определиться, какие меры возможны именно для указанного вида деятельности. Получить информацию о перечне пострадавших отраслей на федеральном и региональном уровне можно на сайте «Малый бизнес Кубань». Это наш региональный сайт, своего рода называется «МБ Кубань», где тоже в очень понятной и доступной форме для бизнеса разработаны меры поддержки и способы их получения. Славянская торгово-промышленная палата сегодня на бесплатной основе оказывает помощь малому бизнесу, в том числе консультирует по видам микрозаймов фонда микрофинансирования Краснодарского края. Консультирование проводится в режиме онлайн. Все предприятия, организации, индивидуальные предприниматели могут сегодня обратиться в отдел инвестиций взаимодействия с малым бизнесом Управления экономического развития администрации по телефону 425-85 за получением информационно-консультационных услуг о мерах поддержки. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова